В Новгороде, такая южно-горейская медицина. Нас смотрят люди, которые быстро думают, в том числе. Им надо сразу сказать, минус что? Что не стало? Гипертония не стала. Подробнее. Сколько лет болела? Какие цифры были? Сколько принимала? Какие цифры сейчас? И что принимаете сейчас? 12 лет у меня была гипертония. 170-160 на 90. Таблеток? Много. Много пили таблеток? Сейчас какое давление? 130 на 70, в последние месяцы, полтора. Не пью таблетки уже. Еще раз. Я повторю. Для кардиологов приглашаю к обсуждению, приглашаю к осмыслению. Потому что ни один кардиолог так делать не умеет. Вы болели 12 лет гипертонии, давление 170 верхнее, вы пьете таблетки. Сейчас вы не пьете таблеток, давление 130. Есть такие кардиологии в белом свете? Нет. Наверное, нет. Наверное, нет. Если были, уже все выздоровели. Много песта так умеет. Вопрос вот такой тонкий спрошу. Вы смогли прийти к нормальному давлению с помощью только МГБС или что-то еще применять? Нет, только МГБС. Только МГБС. Минус гипертония, только МГБС. Вы слышите? Да. Минус гипертония. Минус гипертония. Не надо. Еще не стало чего? Ме не стало сердцебрение нормальное. Какая дмя была? Вы знаете, как она называлась? Нет, я не знаю. Мерцательная? Перебой? Замирало сердце? Замирало. Замирало сердце. Это, скорее всего, экстрасистерия была. Ну, неважно. Не стало. Таблетки-то я последние сентября не стала. У вас какой доктор наблюдает, в смысле, париклиники есть где-то? Кто-то вас знает? Нет, по диабетику. Эндогринол. Эндогринол? Угу. Он вас знает? Да. А что с сахаром? Сахар у меня третий год. У меня к циному, и у меня случился вот этот диабет. Было 10, 9, 10. А вот тут я сделала анализы. Было 5,6 и сегодня 6. Слушайте. Еще продолжайте пить, но снижается сахар в крови с 10 до 5,6 до 6. Эндогринол как-то комментирует? Ну, я вот ей ношу все, наши все вот, ну, как раз в республике. Она как-то интересуется. Интересуется? Тогда скажите, как ее фамилия? Если хороший врач, тогда можно фамилию говорить. Не будем. Ну, какой болезненец был? Не плачем. А? Ну, по кругу, по кругу. На округу, по кругу. Вы знаете? Ну, кулак, около кулак, вот как. Около кулак, доктор, около кулак, эндогринолог. Какие доктора есть? Я специально тоже спрашиваю. Обычно доктора ругаются. Но встречаются доктора, которые глядя на своего пациента, и на то, как у него появляются хорошие какие-то моменты положительные. Он интересуется. Это круто. Потому что таких докторов всегда благодарить надо, их надо искать. И мое личное тоже уважение к таким докторам. Хорошо. Значит, у вас еще сахар снизился, гипертония ушла, аритмия ушла. Еще чего? Серцебрение стало нормальным. В 90-х до 120-ти. А сейчас 72-76. Еще что? Еще многие у меня очень болели. Ну, просто. Да я даже не знаю, что. Не ходили. С уставов? С плохо, нет. Там, не хил. С стопа. С стопа. У меня эти косточки. А сейчас? А сейчас вот нормально, бегаю уже. Бегаете? Да. Ну, я вот сейчас. Серьезно бегаю. Да. Жизнь разукрасилась с луга-беста? Да, да. По луга-беста жить захотелось. Жизнь захотелось. Благодарны луга-бесту. Да. Очень. Да, очень. Чего мечтаете? По молодости. Что? Ты молодой. Да. Ну, там прижигаться надо. Прижигать? Да. Итак, что? Если у меня в биосердце, то вообще не люблю. Чем пользуетесь, расскажите? Как сегодня вы, вот, как ваш следующий день с луга-бест? Что пользуетесь? Дома, здесь? Здесь. Ну, все. Чем есть? Пояс, кровать здесь. А дома у меня в биосердце, бабочка, подушка. Кого-то еще подсадили? Да, я с правнуком сюда ходила. Бывает. А еще кого-то приводите? Ну, знакомый. С знакомым. Да, здесь есть. Есть, да? Кто? Какого приводит? А? Она меня встретила? Ваши дети? Ну, га-бест дети, да? Ну, они, вы, чек, вы мама, а не дети. Она, я ее встретила, она говорит, ты куда пробилась? Я подниму подплату. Я говорю, да я в муга-бест иду. А что там? Я говорю, да жить захотелось. И я хочу жить. Еще раз аплодисменты. Еще раз аплодисменты. Значит, с муга-бест можно из аута выбраться, да? Спасибо.